Доброго времени суток, дорогие друзья! У меня в руках Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Да, с неймингом последнее время у смартфонов немножечко как-то затянулось. Раньше у нас был Samsung C100, допустим. Либо там D500. А сейчас, ну, серьезно. Даже, допустим, когда S8 был. Но уже даже тогда придумали S8 Plus. И даже Note 8. Да, это именно он. И на фоне нового Note 20 Ultra старенький Note 8 выглядит малюткой. Хоть он и до сих пор является относительным фаблетом. А про этого дружка уже так и не скажешь. Это уже практически планшет. И кому нужен Fold, когда есть Note? Да, сегодня мы пробежимся по характеристикам. Сравним его с кое-какими смартфонами. Да, а пока, собственно, поговорим про сам этот Note 20 Ultra. Что же это за зверь такой? Да, пока мы не приступили, у меня есть к тебе небольшая просьба. Не мог бы ты сделать эту кнопочку внизу из красной серы? А именно, возьми и подпишись. Было бы неплохо, если бы ты нажал на колокольчик, а также поставил лайк. Ну, а мы приступим. Да, у меня на данный момент в руках моделька из Европы. Это, собственно, Note 20 Ultra на Exynos 990 восьмиядерном. Да, и с видеоядром Mali G77 MP11. Да, версии в США и, скорее всего, в Азии тоже. Они поступают, собственно, с процессором от Qualcomm Snapdragon 865+. С графическим адаптером от Adreno 650, если это вам, конечно, что-то говорит. Но в этом году есть небольшая подлянка с этими смартфонами. Забегая вперед, скажу, что мне, скорее всего, с этим смартфоном не очень повезло. В этом году, ну или в прошлом уже, с прошлого года, действует такая невероятная акция. Дело в том, что в этих смартфонах ставят разное охлаждение. И независимо, в какой стране ты живешь. То есть, раньше была такая ситуация. У Samsung, даже у уже с линейки Note 8, шла такая ситуация, что в Америке они производились на Snapdragon, а в Европе и в остальных странах они производились на фирменных процессорах от Exynos. И, как правило, были проблемы с оптимизацией. На цифрах все выглядело красиво и даже было временами лучше, чем на Snapdragon. Но смартфон как бы глючил, тупил. И были даже такие ситуации, что если у вас S8 на Exynos, то им невозможно было пользоваться нормально. В отличие, конечно, от Note, у меня к нему таких нареканий нет. Но если бы он был на Snapdragon, он до сих пор был бы, наверное, еще топчик. Если вы, допустим, рассматриваете бюджетник, то вместо бюджетника можете взять его. Конечно, у него там устаревшие некоторые технологии стоят. В некоторых бюджетниках ставят классные вещи. Допустим, здесь отпечаток пальца сзади рядом с камерой. А в некоторые бюджетники их вставляют прямо в кнопку Power. Что, в принципе, могли и сделать и вхлагманы. Поскольку в этой версии стоит ультразвуковой отпечаток пальца. Да. И проблема в том, что, чтобы разблокировать этот смартфон, бывает такое, что с раза десятого и то не всегда получается. Приходится вводить просто пин-код или другими способами. Поскольку по лицу он тоже не очень хорошо распознает. Есть такая штука, что у него двойная защита. Он может разблокировать смартфон по лицу и по встроенному ультразвуковому сканеру отпечатка пальца. Но есть такая вероятность, что, скорее всего, пользоваться вы будете просто пин-кодом. Чего я не делаю на своем старом Note 8. Это мой на данный момент основной девайс. Ну, в смысле, старый. На нем все мои записи и тому подобное. Им я пользуюсь в параллель с другими смартфонами. И да, сначала меня этот смартфон расстроил. Но когда я им начал пользоваться, расстроил почему? Поскольку между этими смартфонами, если я не ошибаюсь, больше трех лет разницы. Такое ощущение, что технологии не скакнули сильно вперед. Но такое впечатление сложилось только из-за того, что я перекинул с этого смартфона данные на вот этот. И все иконки, что были в этом, отобразились также и в этом. В таком же формате. И поэтому, в моем плане, было немножечко уныло видеть все те же иконки, что видел я в своем старом смартфоне. Но когда я начал пользоваться и поставил развертку в 120 Гц... Ах, мама моя! Это действительно шикарно. Если герцовка для вас не важна, а важна автономность. А в этом плане, с линейкой Note, часть автономности поджирает стилус. Из-за того, что там стилус, батарейка стала меньше. Не стала она, в принципе, у всей линейки Note всегда обычно меньше. И да, этот смартфон не может похвастаться автономностью. Такой автономностью, как, допустим, Huawei P40 Pro. Им я пользуюсь два с половиной дня. Если в развертке 60 Гц. Если в развертке 90 Гц, то день и на следующий день еще с утра батареечка оставалась. Ммм, этот смартфон придется заряжать вечером уже. Да. В этом плане, это даже по автономности он хуже, чем iPhone. Хотя iPhone в последнее время не такие уж слабые по автономности. День хотя бы держит. Да, поговорим про оперативную память. С оперативной памятью мне повезло. У меня 12 ГБ оперативной памяти. Это, собственно, максимально возможный объем оперативной памяти в этих смартфонах. Да, также бывает на 8 и на 12. То есть у меня на 12. Внутренняя встроенная память 256. Считается, вроде как, минимальная. В этот раз они решили так выполнять. Но кто-то говорит, что есть и 128. Этот смартфон поддерживает microSD-карты до плотности до 1 терабайта. Объем памяти больше, чем в компе. Звучит неплохо, да? Не правда ли? И да, этот смартфон можно брать с запасом. В том плане, что это смартфон с поддержкой 5G. Звучит круто. Но нахер они нужны? Я сам живу в Европе. И тут ты даже, будучи в какой-нибудь из столиц, не везде найдешь развертку 5G. А если даже найдешь, то работает она даже порой хуже, чем развертка 4G. Внимание, вопрос. Зачем? Потому что. То есть сначала было бы неплохо развить эти технологии как надо. А потом уже делать гаджеты. В принципе логично. Да. В этой версии смартфона нет выхода на миниджек. Но зато есть Type-C. Type-C 3.2. Поговорим про камеру. Этому смартфону завезли лазерный автофокус. Что в принципе уже отсюда видно. И основная камера у него на 108 мегапикселей. И эта цифра чисто маркетинговый ход. Но при ее возможности вы сможете снимать не очень качественные, но видео в 8К. И еще один вопрос. Нахрена? Потому что. Опять же, очередной маркетинговый ход. Но знайте, он так может. Но оптимальное видео у него все-таки Full HD. Или 4К. Да, он как тут называется. Ultra HD. И в 60 Гц. Оптимальным вариантом будет снимать Full HD 60 FPS. Поскольку он везде до сих пор востребован. И все нормальные камеры с нормальными объективами, собственно, пишут этот формат. И он востребован до сих пор на YouTube. И является, собственно, до сих пор еще пока стандартом де-факто. Или 60, либо 50, либо 30 Гц. Остальные объективы по 12 мегапикселей. И фронтальная камера. Вот здесь такая маленькая точка. 10 мегапикселей. И, в принципе, она равна сильно 12 мегапикселям. В принципе, одно и то же. Да, этот смартфон защищен по стандарту IP68. Если я не ошибаюсь, его можно погружать на глубину полметра, на полчаса. Ну, если вы его затопите, это не облагается гарантией. Нахрен тогда это защита, гарантия и тому подобное. Просто сделайте эту защиту и все. Опять же, маркетинг. Скажу больше, что у айфонов, у 12-х вроде, у них тоже защита по стандарту IP68. Но погружение на полтора метра. И, по-моему, можно дольше их там хранить. Да, здесь, собственно, встроенный аккумулятор на 4500 мАч. Ну, хоть так. Но, да, был бы этот смартфон поменьше, батарейка 100% была бы поменьше. Потому что здесь 3 с копейками. 3 300, если я не ошибаюсь. Можешь поправить меня в комментарии. Это не запрещено. И масса этого смартфона составляет 208 грамм. Имей в виду, если захочешь кого-нибудь оглушить своим смартфоном. Да, сейчас поговорим про внешний вид и удобство использования этого смартфона. Этот смартфон выглядит достаточно необычно. В своем тонком, относительно тонком корпусе. И с выпирающим, сильно выпирающим блоком камер. Да, это выглядит действительно необычно. Хотя, в принципе, тот же Huawei P40 Pro, который был у меня недавно на канале, у него тоже камеры выпирали. Но не так сильно, как у него. Но все, как мы знаем, поправляется чехлами. Просто этому смартфону нужен будет особый чехол. Поскольку обычно чехлы тонкие, чем эта камера. Скорее всего, если вы оденете чехол, у меня, извините, в наличии его сейчас пока нет. Если вы оденете чехол, то камера, скорее всего, будет выпирать еще. И вам понадобится отдельная защита для вашей камеры. Да, поскольку блок камер в этом смартфоне выпирает, наверное, как нигде и никогда прежде. Да, в остальном, дизайн этого смартфона типичен для смартфонов от Samsung. То есть, закругленные края посередине, перегороженные металлической перегородкой. В принципе, этот дизайн пошел от этого смартфона. Это, напоминаю, Note 8. Поскольку у S8 эти покатые грани были еще больше. И мискликов было гораздо больше. И, о боже, я думал, что мискликов больше не бывает в смартфонах. Но как же я ошибался. Это небольшая хелесова питая этого смартфона. Поскольку я им пользуюсь всего две недели. И, о, как же меня заколебали эти мисклики. Можете сказать, что у меня руки корявые. Но, извините меня, у меня тот же фаблет от Note 8. И он не маленький. И я им всегда пользовался в чехле. И без чехла тоже пользовался достаточно долго. И у меня не бывало мискликов в нем. То есть, я раньше тоже не мог понять, почему люди жалуются на S8 или S8+, или S9, или S10. Что за фигня с этими экранами, вечные мисклики. И здесь такого не было. Как по мне, возможно, не так страшно. Он просто действительно очень большой. И если у вас пальцы лежат на гранях, то он засчитывает это как? За тач. И еще один минус. Камера как погремушка. Как в S20 Ultra. Так же и в Note 20 Ultra. Эта проблема осталась. Погремушку за 100К не хотите? Смена обстановочки. И продолжим. Да, что мне особенно понравилось, так это коллаборация вместе с Windows. Что я имею в виду? Здесь внизу появилась вот такая функция. Связать смартфон с Windows. А именно, связать с Windows. И таким образом вы сможете отображать на своем компьютере. Отзеркаливать экран своего телефона. И видеть все те приложения, которые находятся здесь. И также передавать файлы. Как с компьютера, так и с телефона на компьютер. И все это по беспроводу. Напоминает штуку у Huawei. Huawei Share. Но это даже штука, возможно, немножечко лучше. Поскольку она позволяет вам связать этот смартфон с любым устройством от Windows. Да, а в случае с Huawei это только устройство, собственно, смартфон Huawei. И компьютеры также от Huawei. Да, в этот раз у Samsung действительно благородные материалы. Это, собственно, оба стекло с обеих сторон. Но необычное. Это Gorilla Glass Victus. Особенно прочное, устойчиво к царапинам. Практически как у iPhone 12, недавно вышедшего. И 12 Pro и Pro Max. Это защита Ceramic Shield у iPhone. А здесь это Gorilla Glass Victus. Да, боковые кнопки установили с одной стороны. Не так, как было, скажем так, в ранних версиях Samsung, что здесь была качелька громкости и Bixby. А здесь была кнопка блокировки. Сейчас кнопка блокировки осталась на месте, а качелька громкости переехала на другую сторону. Кому-то это может быть не очень удобно. В моем плане это было... Это дало мне небольшой дискомфорт, поскольку мне просто привычнее с этой стороны нажимать на качельку громкости. Но, в принципе, здесь я тоже дотягиваюсь. Да, и кнопки достаточно с супругим ходом. Но ничего экстраординарного. Сначала я подумал, что... Это кнопки. Погремушка. За косарь евро не нужна погремушка. Это, собственно, блоки камер. Имейте в виду, что такой, не знаю, минус или плюс имеется. Да, фронтальная камера, собственно, расположилась здесь сверху в форме точки. Это, собственно, вырез прямо в экране. Да, это, собственно, это 10-мегапиксельная камера. Она также может делать разблокировку по лицу, но это не то же самое, что ТОВ-сенсор у айфона. Да, и по мне вот такой дизайн самый выгодный вариант, в отличие от челки или от фасолинки с краю. Поскольку он практически не мешает, в отличие от Huawei, периодически закрывавшей интерфейс своей фасолинкой. Ну, у Huawei при этом была и фронтальная камера намного лучше. Здесь она весьма посредственная. Да, поговорим про сканер отпечатка пальца. Он здесь встроен, собственно, в экран. Да, как я ранее говорил, что фронтальная камера может считывать по лицу. Это, кстати, не очень удачный вариант, поскольку, во-первых, малая защита. Во-вторых, он срабатывает не очень быстро. Есть также отпечаток ультразвуковой с суперзащитой, но есть все-таки минус в том, что вот сейчас он сработал, а бывает так, что пытаешься-пытаешься и в итоге вводишь пин-код. Еще минус, этот ультразвуковой сканер не сильно быстрый. Надо ждать, пока он отсканирует ваш палец. И, как видите, вот, с четвертого раза он разблокировал мой смартфон. Это не очень, не очень. Это, я вам скажу, очень не очень хорошая идея, поскольку зачастую вам придется просто разблокировать при помощи пин-кода. И, внимание, вопрос, зачем было вообще тогда ставить такой уровень защиты, которым невозможно пользоваться? К примеру, это Note 8, который уже ранее наверняка в экране мелькал. Да, у него, собственно, разблокировка идет на задней стороне. Есть также бюджетные версии смартфонов от Samsung. У них, собственно, отпечаток встроен в кнопку. Почему бы это не сделать на новых флагманах? Я ей-богу не пойму. Если вы уж решили сделать сканер отпечатка под экраном, сделайте хотя бы еще и сбоку в кнопку. Но, возможно, кто-нибудь когда-нибудь услышит наши молитвы. Да, есть разъем на две нано-сим-карты или вы можете одно место использовать для microSD в плотность до 1 терабайта и одну сим-карту. Да, карточка на 1 терабайт. Вы такое видели? Но звучит действительно мощно. То есть память в вашем смартфоне будет практически такая же или даже выше, чем в вашем компьютере. В моем так уж точно. Да, перо серии Note, собственно, находится с левой стороны. Не знаю, как было в 10-ом Note, возможно, тоже оно переехало уже с той линейки в левую сторону. Кстати, напишите в комментариях, было ли это так. Можешь, кстати, и подписаться заодно. Да, но мне это не очень удобно. То есть если вы правша, это обычно делается так, что если пользоваться двумя ручками своим смартфоном, это фаблет, напоминаю, да, одной рукой не очень удобно пользоваться. Если делать какие-то задачи, всегда это, ну, как правило, делается двумя руками. Держится, если правша, левой рукой, правой рукой, то есть, собственно, все остальные действия. И было бы логично установить в смартфон это перо с правой стороны, как это, собственно, было у старого Note 8, Note 9, кстати, тоже. То есть, достаешь перо и не паришься. Здесь надо его немножечко выковыривать. Но это я, скорее всего, просто придираюсь. Да, и можете, собственно, писать заметки на выключенном экране. Эта функция была и в Note 8, и в предыдущих линейках Note. Да, но здесь повысился отклик. Сам стилус пишет гораздо мягче, чем в предыдущих линейках серии Note. Также появились всякие воздушные жесты. И если вы подключаете, скажем так, ваш смартфон по беспроводу, он здесь это тоже умеет, подключаться, допустим, к телевизору через функцию DeX. И можете использовать свой стилус, если смартфон лежит, как, не знаю, ну, допустим, вы сварганили какую-нибудь презентацию на вашем смартфоне. Это тоже возможно, потому что PowerPoint и тому подобное, Excel, все это есть в этом смартфоне, как и в любых других. Возможно, вы просто не знали, но этим всем можно пользоваться даже в смартфоне. А с участием стилуса это будет гораздо удобнее. Но если вы такой же простой обыватель, как и я, то этот стилус будет вам игрушкой только на первое время. Поскольку я, как, скажем так, опытный и бывалый юзер линейки Note, мне она нравилась, поскольку она была немножечко квадратная по отношению к другим линейкам, допустим, линейкам S. А если сравнивать их на Exynos в линейке S, флагманы на Exynos были гораздо тормознутие, чем флагманы на Exynos в линейке Note. Не знаю, с чем это было связано. Возможно, линейка Note выходит обычно чуть позже, чем линейка S. И они таким образом, собственно, допиливают все недостатки в предыдущей модели. Но, повторюсь, это они не исправили. И про модуль камеры на 108 мегапикселей. По факту она 12 мегапикселей в девятой степени, если вы понимаете, о чем я. То есть это 9 добавочных линз и таким образом считается как 108 мегапикселей. То есть пиксели объединяются и получается картинка не 12, а 108. Но таким образом появляются сторонние шумы при недостаточной освещенности. Имейте это тоже в виду. Кстати, раз я упомянул камеру этого девайса, посмотрим, как же она снимает свои отвратительные 8К. Ну, на мой взгляд. В том плане, что эти 8К при очень плохой стабилизации. В принципе, можно вытянуть в хороший день, в хороший солнечный день, скажем так. На штативе вы можете пользоваться этой функцией. В любое другое время я бы вам просто рекомендовал использовать Full HD при стабилизации и также использовать 60 FPS. Это наиболее оптимальный вариант. Вообще, я думаю, у всех флагманов, фотофлагманов. Поскольку все вот эти вот новшества, в том плане, что 108 мегапикселей, кто-то там что-то там может снимать, какие-то 4К сумасшедшие, супер замедленные. Это все, в принципе, не так нужно, как вот это вот Full HD 60 кадров при хорошей стабилизации. То есть можете нормально снимать с рук и не париться. А 8К это вот такое вот на любителя. Да и плюс, на чем смотреть это все, кроме этого же смартфона. Покупать специальный телевизор 8К, чтобы смотреть контент с вашего смартфона, ваше видео с плохой стабилизацией. Ну, если, как бы, деньги ляжку режут, то всегда пожалуйста. Вернемся, собственно, к перу. Перу? К стилусу, да? Вернемся к стилусу. Это стилус от Note 8. Это от Galaxy Note 20 Ultra. Если вы заметили, то это перо, оно подписано. Samsung, здесь такая железная обечайка. Это простое перо, в нем нет ни батареи, ничего, просто кнопочка простая. Здесь кнопочка тоже, она управляется дистанционно, ей управлять нельзя. Но если вы наводите на экран, она, собственно, срабатывает. Здесь, собственно, перо как будто какой-то no-name. То есть, непонятно, от чего это перо. Возможно, это будет для кого-то минусом в плане дизайна, но перо и перо. Оно, кстати, немножко тяжелее, поскольку внутри встроена батарейка. Именно у Galaxy Note 20 Ultra. Да, этот смартфон выходит, собственно, в трех цветах. Это вот такой вот глянцевый черный, пацанский, я бы сказал, белый. Он подойдет дамочкам и их флагманский цвет бронзовый. И он, собственно, задняя крышка у него матовая. Не проще было сделать просто все матовые, потому что матовый вариант, он всегда выглядит круче. Ну, как по мне. Этот глянцевый заляпывается просто в хламину. В хламину, Вася. То, что мне, собственно, не понравилось. Ну, если пользоваться чехлом, в принципе, даже пофиг, какой у вас там цвет вашего девайса. Вы, собственно, эту заляпанность и не увидите. Да, корпус защищен от влаги и пыли по стандарту IP68. Таким образом он сможет выдерживать погружение на глубину полтора метра на 30 минут. У айфона, собственно, 12 тоже такой же стандарт IP68, но погружение, по-моему, чуть глубже и на чуть дольше. Но, повторюсь, что в айфоне и что в самсунгах, да я думаю, в любом другом флагмане, если ваш айфон затопило, это, собственно, не гарантийный случай. Эта гарантия, которая стоит IP68, вам не возместит стоимость девайса. Скажут, что, типа, ну, ты че, он не предназначен для того, чтобы его топили. Он предназначен для того, что если вдруг у тебя упадет девайс, ты знаешь, что он не сгорит. Да, экран у Note 20 Ultra просто фантазмагорический. Очень сочные и яркие цвета. Он оснащен, если я не ошибаюсь, как-то там Dynamic AMOLED X2 матрицей. И, да, самсунги, в принципе, всегда славились своими яркими цветами. Диагональ у этого экрана 6,9 дюймов. В принципе, это небольшой планшетик. И, скажем так, зачем покупать Fold, если есть Note? Да, имейте в виду. Да, также этот экран оснащен герцовкой 120 Гц. Но не при полном качестве. То есть, пользоваться им можете только при развертке Full HD. А если вы включите развертку Quad HD, вы сможете пользоваться этим экраном только в 60 Гц. Таким образом, вы выбираете. Либо вам нужно максимальное качество, либо максимальная герцовка, но умеренное качество. Да, вернемся, собственно, к модулям камеры этого девайса. Напоминаю, да, еще раз. 108, 12, 12. И что у него есть? Это лазерный автофокус. Автофокус у него, в принципе, как у зеркалок или без зеркалок. В принципе, хороший. Мне понравилось. То есть, мое почтение, я так скажу. Но срабатывает он чуть медленнее, чем сенсор у 12 Pro Max, извините. Но, в принципе, равносилен. Да, единственное, что мне понравилось, что на этот девайс нельзя снимать, именно на ультраширик, нельзя снимать видео 60 FPS. То есть, напоминаю, это прошлогодний флагман 11 Pro. То есть, iPhone 11 Pro. Он так может. Он может снимать, то есть, на свой ультраширик, видео Full HD 60 FPS. Это погремушка. Так не может. Имей в виду. То есть, если тебе нужны видеоспособности, они, в принципе, лучше даже в этом девайсе. Но здесь зато лучше фотовозможности. Да, основная камера снимается разрешением 12 Мп с объединением 9 пикселей в воде. Того, то есть, получается 12 пикселей в девятой степени и того, то есть, 108. Вот так работает маркетинг. Поскольку 108-мегапиксельная физическая камера, она будет здоровая, на самом-то деле. С этой технологией она, в принципе, фактически является 108-мегапиксельной, но она не сравнится с настоящей физической 108-мегапиксельной матрицей. Но маркетинг есть маркетинг. Что уж тут поделаешь. И если честно, даже в этом, ну и в 12-м тоже, написано, что основная камера на 12 Мп, но у нее тоже есть функция объединения 2 пикселей в один. То есть, по факту, это 24. Но iPhone этим не кичится и просто пишет, собственно, физический размер своей матрицы. Да, и тут уж не знаешь, что лучше снимать на 24, а ниже 12, или на 108, а ниже 12, при которых появляется очень много шумов при недостаточной освещенности. Да, отдельный модуль с перископическим объективом, с диафрагмой 3.0, с PDAF автофокусом, он же лазерный, и оптическая стабилизация. Имеет оптический 5-кратный зум с возможностью зумирования до 50х. Но то такое. Получается, на 50х у вас получится какая-нибудь пикселизированная картинка. То есть, куда-то что-то где-то подсмотреть это возможно, но сфоткать удобоваримую фотку у вас не получится. Максимум, я думаю, это где-то будет на 10х. А оптимально будет снимать в 5х. Поскольку все эти вот такие увеличения, это просто баловство. Вернемся к сверхширокоугольному объективу. Угол зрения этот объектив имеет 120 градусов. И разрешение сенсора 12 мегапикселей. А объектив с диафрагмой 2.2. К сожалению, без автофокуса и стабилизации. Качество здесь, конечно, не такое хорошее, как на съемку на основную камеру. Но, в принципе, удобовари. Видео этот смартфон может снимать в 8К с частотой кадров 24 фпс. Ну, то есть, типа, киношная картинка. Поэтому я вам для вашей киношной картинкой рекомендую использовать штатив и хорошее освещение. Не студийное. Ну, или очень дорогое студийное освещение. Что нецелесообразно. Проще снимать при хорошем свете на улице. Да, есть также возможность снимать видео в формате 4К 60 кадров в секунду. Да, и также у вас будет возможность использовать 10-кратный зум. Да, к слову, в 8К зуммирование тоже работает, но до 6. Селфи-камера здесь, собственно, одинарная. То есть, одна. С разрешением 10 мегапикселей. Да, и она имеет продвинутый фазовый автофокус с технологией Dual Pixel. Да, и не имея второго модуля, этот смартфон не может вам предложить хорошую защиту по, скажем так, разблокировку по лицу. Да, этот вот фронтальный модуль может снимать видео в 200-160 кадров. То есть, видео в 2К 60 кадров в секунду. Да, на борту, собственно, 10-й Android, как и, я думаю, во всех андроидах последнего поколения. И с оболочкой One UI 2.5. Да, имеется, как и ранее, боковая многофункциональная панель Edge, что мне очень нравится вообще в Samsung. В других я такого пока не видел. Возможно, кстати, в флагманах Huawei что-то подобное реализовали. Но здесь это мне наиболее привычно. Еще с линейки Note 8. Поговорим про производительность. На борту, если у вас европейская версия, как я ранее говорил, Exynos 990 и он скотина троттлит. Троттлинг-тест я не проводил. Я простой юзер. И скажу я вам, что когда я играл... Когда я тестировал его в играх или использовал, допустим, монтажный стол, то этот смартфон грелся. И грелся относительно остальных флагманов. Допустим, даже прошлогодний iPhone 11 Pro, он грелся гораздо сильнее, чем... То есть он, либо какие-нибудь Huawei, поскольку он грелся и сжирал батарею просто на глазах. Помимо того, что он грелся, он также начал троттлить. Что меня огорчило, поскольку у меня есть Note 8, он тоже на Exynos, и в тех же играх, но, скажем так, при меньшем разрешении, поскольку это, собственно, этому смартфону уже 3,5 года, и на максималках он сильно там много чего не потянет, но процессор у него старенький, и этот старенький процессор не так троттлит, как этот вот новенький, инновационный и тому подобное. Возможно, со временем это все как-то программно пофиксится, но говорю, что есть на данный момент. И да, что еще меня огорчило, это батарея. При активном использовании, в принципе, я также использовал и другие смартфоны, этот смартфон доживает меньше всех остальных. А имею в виду смартфон и Huawei P40 Pro. P40 Pro держал 2 дня, а то и больше. Этот же смартфон держит день максимум, а если при активном использовании, его надо еще зарядить в середине дня, а также подзарядить еще утром. То есть, по факту, чуть больше половины дня, что не очень круто. При простом же использовании, вам этого смартфона хватит на один день. Итак, подведем резюме. Если вы являетесь фанатом серии Note, то этот смартфон придется вам, скорее всего, по вкусу. Поскольку, несмотря на все его негативные стороны, даже эту, этот смартфон, в принципе, мне понравился. Поскольку, если честно, мне импонирует вот это вот все. Это, собственно, небольшой тест фронталки. Находимся мы в той же локации. И да, то есть, даже фронталка снимает достаточно удобоваримо при том, скажем так, свете, который у меня сейчас есть. Тот цвет, который у меня сейчас выставлен, он недостаточно подходящий для смартфонов. Но, как видите, даже на фронтальную камеру он снимает достаточно хорошо. Да, вот, перешли, собственно, к основной камере. И да, то есть, если вам нужен фаблет, камерафон, то и вы фанат линейки Note, то этот девайс вам, собственно, подойдет. Но, если вам нужна лаконичность, то это будет, скорее всего, iPhone 12 Pro или даже 11 Pro. Собственно, он до сих пор еще огонь. Да, собственно, вот такой вот обзорчик у нас на этот смартфон сегодня получился. Надеюсь, не сильно много воды было. И да, надеюсь, все, что я хотел сказать, я про него сказал. Если что-то не упомянул, напиши, пожалуйста, это в комментариях. Мы это с тобой все обсудим. И, возможно, какому-нибудь другому зрителю тоже будет интересно, если же я что-то не упомянул. Ну, а с тобой был Дядя Бен. Желаю тебе всего хорошего и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok